Друзья мои, всем привет! Гости нашего канала, с вами снова я, Димас. Вся наша банда во главе с оператором. И мы решили для вас приготовить сегодня сезонное блюдо. На зиму, опять же. Ну, уж не на зиму, можно её съесть тут же. Кому как нравится, но мы как бы заготовку сделаем на зиму. Сегодня мы сделаем необычную джику. Исключительно из тыквы. Такая красивая тыква. Вот у нас такие красивые. Оператор любезно предоставил. С своего рода выращивал. Молодец. Очень красивые получились. Ароматный. Пахнет свежестью. Также из овощей у нас будет буквально это перец чили. Ну, одну чилийку возьмём, если так можно сказать. Лаврушка. И вот будет чеснок. Чеснока достаточно много. Кто не любит чеснок, можете взять поменьше. Мы возьмём сегодня 2 килограмма тыквы и примерно 100 грамм чеснока. Это где-то 4 головки такие среднего размера. Опять же, сегодня будет томатная паста. Будет присутствовать достаточно много. Без томатов сегодня будет просто томатная паста. Уксус. У нас в данной ситуации яблочный. Можете использовать обычный. Можете эссенцию развести. Кому как нравится. У кого что есть. Тут как бы ничего не запрещает. Естественно, масло растительное будет. Стаканчик у нас. У нас вода, чтобы всё плавилось, томилось. Соль. 2 столовые ложки. Пол чайной ложки. У нас смесь перцев здесь. Ароматная. Можете взять обычный. Чёрный, белый какой. Ну, белый не очень подойдёт. Но чёрный идеально будет. Здесь полстакана сахара песка. Примерно 100 грамм. Я думаю, будет. И также будут банки у нас консервироваться. Вот мы уже... Наши крышечки у нас прокипели. Я, как всегда, стерилизую только крышки. Банки не стерилизую. Так что сейчас приступаем. Будем чистить нашу тыковку. Я думаю, с этого 2 килограмма точно будет. Уже чистого веса. Разрезаем её пополам. На 4 части даже. И вот так вырезаем оставшиеся наши ненужности. Семечки также вот остаются. Их либо оставляете. А следующий год высушиваете, проращиваете, сажаете. Либо можно сушить. Спокойно есть потом. Очень вкусные тыквенные семечки. Полезны для желудка, для пищеварения. В общем, для организма. Ну, может быть, даже вот тут есть 2 килограмма уже. Ну, килограмм точно есть. Сейчас пойдём зависим. Ну, вот смотрите, ребят. У нас чуть-чуть больше получилось. 2. Ну, 2,150. 2 килограмма 150 грамм. Ну, пакет вот минус 100 грамм. 100 грамм лишний, как бы, ни кашу, я думаю, не испортит. Аджику нашу сегодняшнюю. Нарезка, в принципе, произвольная. Ну, чуть поменьше. Если вы нарежете, это будет идеально. Потому что мы всё это будем тушить. Чем быстрее нас тушится, тем лучше. Ну, вот таким кубиком нарезаем. Блин, обалденный. На вкус как. Очень вкусная тыква. Сладкая. Сладкая тыква, так что, возможно, сахара, может быть, меньше возьмём. Всё зависит от тыквы. Ну, и всё. Вступаем нашу тыкву в наш кастрюлю. Продолжаем дальше нарезать. Ну, вот, ребят, смотри, мы нарезали тыкву. У нас получилось полкастрюли. Мы вливаем нашу воду. Ну, где-то здесь 250, даже больше. 350 миллилитров. И всё будет тушиться. Также вливаем какую-то часть масла. Где-то 100 миллилитров. Чтобы у нас как-то не подгорало, если так можно сказать. Сейчас она у нас немножко проварится, минут 5-10. Немножко начнёт томиться. А сейчас пока овощи нарежем. Чили возьмём мы с косточками решили. Будет супер остро у нас, наверное. Если вам не хочется супер остро, можете вытащить. Ну, мы вот сделаем вот так. Наверное, мы какую-то часть семечек всё-таки вытащим. Оставим одну третью. Нарезка произвольная, так как мы всё будем блендерить. Это естественно. Также чеснок. Опять же, всё произвольно. Можете просто вот так нарезать, как вам нравится. Всё всё равно пойдёт в блендер. Ну, смотрите, у нас вот прошло минут 7-10. У нас началась тыковка немножко развариваться. Смотрите. Вот так будет видно. Уже всё отделяется. Смотрите, жёлтый. Процесс пошёл. И мы добавляем лавровый лист наш. Немножко помню его. И чили с чесночком. Ещё минут 5-10 томим это всё. Чтобы немножко чили и чеснок размягчились. Далее свои эфирные масла. Её от старту в тыкву. Тыковка вообще начала уже расщепляться. В принципе, уже можно её блендеровать. Так что мы заранее добавляем наши специи. Это соль. У нас в данной ситуации крупная. Это перец. Молотый. У нас 4 вида. Из сахара. Весь не буду добавлять, потому что тыква была сладкая. Всё. Ждём сейчас пару минут, чтобы начался процесс расщепления ещё нашей тыковки из-за соли и сахара. И будем нашим блендером блендеровать нашу тыковку. У нас уже прям такая вот кажется появляется тыковка. И мы начинаем наш процесс блендерения. Что получится, сейчас увидим. Мы всё сблендерили. И что мы делаем? Я всё-таки решил добавить лимонку. Где-то пол чайной ложечки. Вот так. Чуть побольше. Вот. Всё добавлю её. Всё-таки она делает своё дело. Она для лучшего хранения продукции. Также добавляем масло оставшееся растительное. И томатная паста у нас там 125 грамм вроде. 5 ложечек. Перемешиваем. Чтоб томатная паста вступила в реакцию. Что-то оно прям пюре такое. Ну всё, вот смотрите, у нас сейчас будет провариться 5 минут примерно. Прогреется. Чуть томатная паста пассируется. Вот. Она получается достаточно такая плотная. Жидкости там мало. В основном только вот тыковка. И она такое свойство приобретает вулкана. Знаете, она прям такая, прям как пюре. Пу-пу-пу. Будьте аккуратны. Она может быть нагреться. И как бы пшикнуть. Она горячая. И вы обожгётесь. Лучше убавьте нагрев немножко. Чтобы у вас не было каких-нибудь неприятностей с ожогом. И тому подобное. Или постоянно помешивайтесь. И мы добавляем наш уксус уже. Напомню, 5 столовых ложек. 2, 3, 4, 5. И всё помешаем сразу. И мы начинаем раскладывать по нашим баночкам. Получилось достаточно густое такое. Так что не спешите, аккуратно не обожгитесь. Можете взять прихваточку. Чтобы не обожаешься. И плотно. Плотно. Всё закрываете. Вот так. Такая идеальная. Ну почти идеальная. У вас получается без воздуха. Масса. И все остальные баночки также раскладываете. Ну а друзья, вот мы закрыли нашу аджику из тыквы. Ты решил с хлебушком попробовать, что у нас тут. Как она с хлебушком зайдёт. Не зайдёт. У нас остаточки остались. Мы сейчас их доедим. Очень вкусная аджика и икра. Если вы любите более острое, добавьте ещё чили-перец. Кто любит острое? Сейчас очень много кто любит острое. Очень нежное. Очень нежное. Прям реально нежнейшее. Закрывайте на зиму. Готовьте просто к ужину. Тем более сейчас сезон тыкв. Пока-пока. Увидимся.